Часто бывают в жизни такие ситуации, в которые ты начинаешь думать, а что же делать, что же делать? И вылетают всякие автоматические мысли. Вот одна из этих историй случилась со мной в Абхазии, когда мы поехали на экскурсию с детьми. Самому младшему моему тогда было два года, и мы вот только тронулись и приехали на первое озеро, которое находится перед озером Литса. Наверное, кто-то из вас его видел, там павлины сидят. И в общем, в этот момент, когда я держала на руках своего младшего, у него упала кроксы, одна тапочка упала в воду. И как-то так получилось, что течение моего сразу унесло на середину вот этого вот маленького озера. А я знаю, что в этом горном озере температура воды там максимум 7-8 градусов. И у меня первые мысли, а что делать? Впереди еще целые экскурсии. И что мне теперь на руках носить все экскурсии своего сына? Это и тяжело, и ему будет некомфортно. В общем, у меня мысли были, надо плыть за этой обувью, чтобы ее достать. Но вода ледяная. И тут, пока я думала, что же делать, эту обувь вот так вот течением выносит прямо на середину бурной горной реки. И все, я думаю, все, все пропало, теперь так мне придется носить ребенка на руках. Но я тут подумала, а почему я вот думаю о вариантах решения вопроса сама? Ведь можно сейчас помолиться. И я говорю детям, дети, давайте помолимся, чтобы Господь предусмотрел, как дальше мы с вами будем путешествовать. Мы только помолились, и вот минута перед тем, как мы начали молиться, я вижу, что этот крок сплывет прямо посередине бурной горной реки. Там камни, течения, вот этот вот шум. А потом мы помолились, я поднимаю глаза и вижу, как эта обувь практически перпендикулярно движению воды подплывает прямо к берегу в десяти шагах от нас. Это, конечно, для меня было чудо, это история, которую я до сих пор рассказываю, даже на детских историях. Почему? Потому что для меня это был опыт, когда наши привычные способы решения проблемы, хорошо, если мы будем их немножко оставлять в стороне, ради того, чтобы позволить Богу решить те вопросы, которые перед нами таким вот неожиданным образом стоят. Субтитры создавал DimaTorzok